Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а так-то я еще раз осознал, что Москва это очень большой город, и искус психоанализа все-таки является не макроэлементом, а макроэлементом в этой глобальной системе. И все-таки я хочу сделать свое поздравление. Продолжение следует... Многие здесь присутствуют, включаем Владимира Валерьяновича Майкова, который является столпом транспрессональной психологии. И я считаю, что наиболее энциклопедическим лидером современной транспрессональной психологии. И также почетным действительным членом является Станислав Гроф, многие из вас должны его знать. Ну а так-то, собственно, научную партию, как мы знаем, психология основов измена Станг Гроф. Не Кэм Вилбер, а все-таки Станг Гроф. И я защитил очень много диссертантов по транспрессональной психологии. И я из Ярославского государственного университета, там заведую кафедрой социально-политической психологии. И это моя другая ипостась, и там есть докторский диссертационный совет. И через этот докторский диссертационный совет прошли очень многие люди, которые или занимались теорией трансперсональной психологии, или прикладными аспектами трансперсональной психологии, психотехнической культурой трансперсональной психологии. И от имени Президиума Международной Академии Психологических Наук Я хочу впервые поздравить такой удивительно странный конгресс, удивительно странную конференцию по такой тематике. Я сам никогда не был на конференции, никогда тем более не читал доклады по этой теме и тем более никогда не поздравлял участников такой конференции. Но это же классическая фрейдовская тема, Эрос и Тонатос. Я понимаю, что тема-то классическая, но как только посмотришь на вывеску этой конференции, возникает, что все-таки тут не фрейд. Но мы же в институте психоанализа. В крайнем случае тут Герман Карельский или кто-то еще. Фрейд рассматривал проблемы, а он наоборот. Вы ее раскрываете практически, насколько я понял, судя по картинкам. Ну, с другой стороны, я хочу вас поздравить все-таки от строгой научности, от Ярославской школы психологической. Почему? Потому что это такая хорошо организованная картизианская школа, но в отличие от многих школ, которые существуют в Москве, в Питере и так далее, и так далее. Школа мультипарадигмальная и открытая. То есть у нас ведутся научные исследования по огромному количеству тем. И в том числе темы рассматриваются герменевтефинологическом, трансперсональном, бихеверистическом, психоаналитическом, физиологическом ключе. И на мой взгляд, на мой взгляд, это чрезвычайно важно. Почему? Потому что если не придерживаться вот этой мультипарадигмальности, интегративности самого подхода, во многих отношениях метасистемности самого подхода современной психологии, то я так думаю, что в предметное поле современной психологии не попадут огромное количество самых значимых феноменов. Ну и в конце концов, эта конференция, она посвящена одному из, я бы сказал, самых выдающихся, самых значимых явлений, феноменов в человеческой жизни. Это, ну так-то, эросу, ну так-то, любви. И в завершение своих поздравлений, я хочу сделать некий ритуал. Этот ритуал касается того, что на почти всех конгрессах мы инициируем новых членов в нашу Международную Академию психологических наук. И в начале октября у нас был президиум, вот, я рассказывал о своих планах, вот, и один из моих друзей, ну так-то, Владимир Александрович Мазилов, некоторые его знают. Вот, если были у нас на ученом совете, то уж знают, просто я бы сказал, с внутренним содроганием, вот, он говорит, а кто сейчас руководит трансперсиональной ассоциацией? Я говорю, вот, Герман Карельский, и он как-то там, что-то там припоминал, припоминал, и спросил он, а он у нас член? Я вдруг осознал, что он не член. И мы решили, вот, президиум присвоить, присвоить Корейскому Герману Борисовичу, вот, я, наконец-то, узнал его отчество. За столько-то лет. За столько-то лет, да. Вот, и в этом дипломе сказано, что Корейский Герман Борисович избран членом корреспондента Международной Академии Психологических Наук, президент, подпись и протокол номер 10 от 1 октября 2015 года. Поздравляю, Герман. Наконец-то попал в большое научное сообщество. Принимаю с благодарностью. И носи значок Академика. Спасибо. И у меня доклад, и доклад называется «Любовь эрос жизни». Но, что касается любви и эроса, ну, с одной стороны, существует, конечно, такое очень правильное, и я бы сказал, истинное мнение. Любовь, как Бог, не раскрывается словом. Это правильное мнение. И это истинное мнение. И кто из вас переживал любовь, кто из вас любил, те, конечно, могут какие-то фрагменты рассказать, описать какие-то феномены, может быть, даже физиологические, что там во рту сохло, руки дрожали, в ногах была очень большая слабость. Но я так думаю, что это все равно не отразит сути самого феномена, феномена любви и так-то ее созидающей энергии, ее созидающей силы. Во многих мифах древности эрос выступает как сила, как сила объединяющая, побуждающая. И интеграция, например, геи и хаоса создает космос. И в конце концов, вот эта созидающая, побуждающая сила, энергия эроса, она во многих отношениях сотворила жизнь. А так-то, если посмотреть на меня, посмотреть на вас, все вы являетесь плодом любви. Вот вы понимаете. И, с одной стороны, вроде бы саму тему, вот, любовь, как и раз жизни. И раскрывать-то не стоит. Почему? Потому что, ну, на самом деле это факт. Вот, факт существования. Как солнце светит, как сейчас на улице идет снег, вот, есть ветер. И это основной факт жизни. Единственная энергия, которая творит в мире, это энергия любви. Вот, и на этом, вроде бы, можно закончить, вот, свой доклад. Но, понимаете, в чем дело? Дело в том, что я профессор. И моя базовая функция – это ясности придать сложность. И затем сказать, что за этой сложностью существует глубина. Вот, и как раз, как раз, вот, вот эту сложность придать, вот, я и хочу теме своего доклада «Любовь, как и раз жизни». И все вы помните, наверное, что мы на конференции по трансперсональной психологии. Вот, и для нас, наверное, все-таки наиболее важным является именно вот этот трансцендентный, трансперсональный аспект самого чувства любви. И так-то я абсолютно уверен, абсолютно уверен, что другой любви и не существует. Другой любви не существует. Если есть любовь, то она трансперсональна. Если есть любовь, то она трансцендентна. Вот, и если и есть истина, то это и есть любовь. А если и есть любовь, как истина, то, вне сомнения, она за пределами человеческой личности, человеческого эго. И я хочу доказать этот тезис. Почему? Потому что я считаю, что любовь – это всегда забывание. Это забывание себя. И любовь – это всегда жертва приношения. И жертва приношения себя. И только в забвине себя мы можем раствориться в любви. Только забывая себя, мы можем, в конце концов, получить самый великий дар, который существует во Вселенной. Это дар любви. Если вы вспомните из своей индивидуальной биографии моменты любви, для этого не нужно делать какой-то психоанализ. У человека в любой момент существует всё. Любая память. Прошлое существует, как данное сейчас. И если вы вспомните это состояние любви, то вы вдруг поймёте, что любовь всегда была забвением. Вы забывали о себе. Кто вы? Где вы? Какой вы? Как вы выглядите? Моменты флирта, моменты игры, самоэнергии любви, они могут включать огромное количество эго-компонентов. Материальных, социальных, духовных и так далее. Но само чувство любви, оно трансперсонально по отношению к эго. Любовь. Хочешь любить – забудь себя. Хочешь любить и вообще пережить любовь – ты должен не помнить себя. И это касается, что любви, как эроса, вы взяли очень маленький аспект любви, очень узкий. Вы всё время показываете тела. Тела не важны. Они важны как инструмент, только для того, чтобы пережить любовь. И если говорить о других энергиях любви, то, вне сомнения, любовь, забвение себя, забвение себя, что в духовной ипостасии, что в ипостасии страстной, половой любви, но и что в ипостасии есть ещё чёрная энергия любви. Есть любовь тамос, тёмная энергия, изнанка любви. И все энергии любви – чёрная энергия любви, тёмная, изнанка любви, деструктивная любовь, любовь страдания, любовь, которая играет с энергией одновременно смерти и созидания. Вы помните ваши амбивалентности? Когда хочется, с одной стороны, вроде любить, а хочется и убить тоже. Иногда больше убить, чем любить. Вы понимаете? Любовь в себе содержит всегда, всегда, вот человеческая любовь, она всегда содержит в себе одновременно все три энергии. И любовь в любую секунду может развернуться полярностью, тотальной полярностью. Вот, взгляд, запах изо рта, ветер подул. В космосе какая-то звезда взорвалась или потухла. И вдруг вы понимаете, что женщина перестала вас любить. Бывало так. Ни одной причины нет. Хорошо выглядишь, хорошо пахнешь. Только что подарил на 200 долларов, ну, приличную вещь. Ну, как-то все, ну, все нормально. Все нормально. И вдруг, вот, такой иррациональный взрыв. Вот. Ты меня не любишь, никогда не любил. Вот. Я всегда знала, что ты хотел. А, и пошел ты, вот, вот, ну, в шиньяту. Давайте вот. Как-то красиво звучит. Вот. И почему переходят вот эти переходы? Вот. Почему они происходят? Вот. Потому что вот в любви есть все сразу же. Вот. И качество любви может мгновенно измениться. Вот. И что касается любви тамос, деструктивной любви, любви смерти, любви печали, любви страдания, любви грусти, вот, любви тоски, ну, как расъедает сердце. Вот. Это любовь, это любовь, она тоже имеет трансперсональные аспекты, трансперсональный смысл. Любовь к гневу. И всегда, когда такая любовь захватывает личности, она захватывает полностью на уровне аффекта. И сколько людей на земле умерло от того, что не получили любовь, им отказали в любви. А сколько людей у нас умерло от того, что слишком любили. Вот. Сколько людей у нас умерло от того, что они были отвержены в любви. И умерли не только физические, понимаете, в чем дело, смерть, она тоже многолика. Вот. Бывает физическая смерть, когда ты превращаешься в труп. Вот. Ну, вам многим рано еще об этом думать, но эта трансформация со всеми происходит. И без любви тоже. Но от любви тоже существует вероятность. Существует социальная смерть. Сколько карьер, сколько социальная реализация погубила деструктивной любовью. Вы представляете? А сколько людей ушло на социальное дно из чувства любви. Вот. И в конце концов, в конце концов, то есть любовь может сожрать деструктивную любовь. Сожрать личность, но сожрать физически, убить человека. Сожрать социально, убить в нем социальную реализацию. И в конце концов, полностью погубить личность. Но, и так-то, сколько у нас сейчас в клиниках людей, ну, с явной психопатией любви. Вы понимаете? Сколько у нас народов-то с ума сошло от любви. И вот они бродят по земле. Многие, ну, их выпускают. И ведут они астральные бои со своими соперницами. И соперниками. И соперниками, да. И систематически, большими буквами, там, пишут на стенах университета. Я тебя люблю, Мальков. Или Петрянка. Не важно. Вот. Стоят у подъезда. С нежной любовью. И все знают, что она стоит. Во дворе. И кого любит. Тоже знает. И у тебя возникают очень сильные чувства. Есть любовь преследования. Вы же знаете. И там есть предел, когда ты хочешь не просто отругать. Вот вы понимаете? Там есть предел чувства. Ты хочешь убить носителя любви. А сколько людей убило? Вы понимаете носителя любви? Вот. И, то есть, вне сомнения, можно ли их судить, этих людей? Судить их невозможно. Вы знаете? Почему? Потому что любовь, даже деструктивная любовь, любовь к тамосу, изнанка любви, она находится за пределами добра и зла. И она находится за пределами эго. И в том числе и рациональности. И если говорить о чувстве любви, там, в аспекте, ну, давайте эроса, в сексуальных отношениях. И явно понятно, явно понятно, что любовь в форме эроса, вот, любовь-страсть, вот, любовь-желание, любовь-желание к обладанию, в конце концов, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, является базовым сюжетом человека. Изначально он был чрезвычайно оправдан, этот сюжет. Почему? Потому что из-за этого сюжета человеческий род овладел землей. Вот вы понимаете? Он овладел. А вы знаете, почему овладел? Потому что человек единственное существо, которое может заниматься воспроизводством в любое время, в любой ситуации, в любом пространстве. Утром, днём, ночью. И посредине. На пятом этаже, на третьем, вообще на земле. И зимой, летом, и так далее, у человека нет циклической сезонности. Вы представляете? У всех нормальных животных всё нормально. А у людей нет. Люди универсальны. И более того, более того, вот, как бы, все животные, они связывают воспроизводство с силой, сытостью и с вершиной, вот, своей энергии. А люди, как только слегка начинают голодать, в них сразу же импульс. Вот вы понимаете? А импульс воспроизводства. И изначально, изначально, то, что секс и воспроизводство, они были базовым контекстом жизни, вот, это было оправдано. Но сейчас-то это не имеет никакого смысла. Вот, никакого. Воспроизводиться никто не хочет. Вот вы понимаете? Вот, я вот работаю в университете уже почти 40 лет. За 40 лет у нас была одна многодетная семья. Среди преподавателей. Это была моя семья. Мне давали 100 рублей к Новому году от профсоюза. Я покупал конфетки на всех троих. Не хватало, правда, но символ такой был. И за страстью, за сексуальными чувствами в современном мире нет идеи воспроизводства. Нет биологической идеи. А вся сама игра, как будто это что-то значит, игра остается, и она является основной игрой. Основной игрой. Основной игрой мужчин. Основной игрой женщин. И, в конце концов, любовь, как эрос, любовь, как сексуальное чувство, на самом деле является великим рейтмотивом. Но многие люди, как это ни странно, хоть им показывают картинки, хоть не показывают картинки, хоть сто картинок покажи, сексом заниматься не умеют. И не знают, что такое эрот. Почему? Потому что, чтобы заниматься сексом, ребята, надо принести себя в жертву. Надо себя забыть. Вот вы понимаете? Вот есть такое слово, очень правильное слово – отдаться. Вы понимаете? Отдаться. И это слово «отдаться» касается что мужчин, что женщин. Правильно, эрос – это всегда эрос вне ума, на грани безумия. И если вы занимаетесь, я извиняюсь, эросом, и при этом начинаете рефлексировать, или вам очень хочется задать своему, так сказать, напарнику вопрос, а в чём смысл интегративный парадигмы современной психологии, то вы явно должны понимать, что вы не там и не там. Потому что так же, как во тьме, мы забываем себя и себя при жертву приносим, это закон. Веросе – вулкан, ребята. За пределами времени, за пределами пространства, за пределами эго. И для того, чтобы пережить вечность в сексе, для того, чтобы пережить божественный аспект, а эрос и эрот – это Бог, вы понимаете, Бог. И любовь сексуальная тоже имеет вот этот божественный аспект. Почему? Потому что в хорошем эросе растворяется время, пространство, эго. И эрос – это великое и мощное трансперсональное переживание. Если вы этого не понимаете, мне вас… Вот у меня, как у Будда Шакьямуни, попался сиденье под деревом Бог. Я наполняюсь к вам махакаруной, великим состраданием. Почему? Потому что жить в человеческом деле и не пробовать этого, так сказать, вспышки, вот эта плата, вот эта вулкана, вот это безумие за пределами ума, вот состояние, то я не знаю, что вы тут делали. И вообще, что вы тут сидите? Ну ладно. Но все-таки и тот и другой аспект, он является чрезвычайно важным. И я считаю, что есть внутренняя необходимость. И более того, для человека есть внутреннее дожествование – пережить это. Почему? Потому что это является наиболее важной гранью человеческого существования. Почему? Потому что если этого нет, то великая вероятность того, что возникнет тоска, возникнет психопатология, психосоматика, невроз. И вот это, вы знаете, страшные, скучающие глаза женщины, которая месяц уже спит в холодной постели. Вот что может быть более катастрофичной? Когда целый месяц вы лежите одна. Я не говорю о мужиках. Кто ты? Если ты такой, и что ты тут делаешь вообще на земле? Выйди на улицу. А там эра всегда бушует. И все хотят так-то. Надо показать просто путь. Надо показать знания. Ну ладно. И все-таки перейдем к тому, к чему я так-то не хотел давно поприйти. и по большому счету, что для меня, наверное, в моем возрасте уже является более важным. Для меня все-таки любовь – это духовное чувство. И Платон говорил об Агапе. Будда говорил о Мете, о любящей доброте. И, конечно, люди, которые основывали традицию, Иисус говорил о любви. О любви сердца. Об открытии сердца. Вот. И все эти великие люди, они, конечно, очень хорошо знали чувства и переживания духовной любви. Вот. И ее силу. Они знали ее энергию. Они знали, каким образом ее проявлять. Вот. Но единственное, чем они не занимались, они не занимались анализом любви. Вот. И, вне сомнения, духовная любовь является базовой дхармой. Базовой дхармой. И базовым достижением человека. Просветлением так-то во всех духовных традициях. Начиная там джайнизмом и заканчивая суфизмом. Бахаизмом. Вот. И с другой стороны, с другой стороны, вот, что касается любви как чувства духовного, ну, на самом деле, вот, духовная любовь приближает человека к духу. Вот. И позволяет пережить, пережить, на самом деле, и бессмертнее. И на самом деле, пережить, вот, идентификацию со всем. И на самом деле, в конце концов, вот, позволяет, позволяет пережить самое лучшее, самое искреннее, самое божественное состояние, которое связано с наслаждением. Вот. почему? Потому что любить истину. Любить истину. Вот есть путь мага. Вот. Что может быть прекраснее? Вот что может быть прекраснее? Вот. Любить красоту. Вот. Что может быть прекраснее? Вот. любить слова знаете я ежегодно организовывая конференции вот к конгрессы вот и туда призываю мужиков которые очень красиво мыслит вот и вот виктор федорович петренко систематически бывают меня на конгрессах вот я ничего более красивого более изящного более совершенного чем хорошо выстроено мужское мышление так и не видел я конечно я извиняюсь женщина вне сомнения гениальны но когда мужчина поет поет текстом вот живет в тексте создает красоту в тексте ну что может быть совершение что может вот более вызывать вот любование вот вы понимаете вот этот инстаз инстаз любование восторг восхищение тихое умиление да понимаете тихое умиление вот красивая форма красивый танец красивое движение в конце концов красивая природа красивые звезды человек обладает оком духовной красоты вот оком красоты слове в образы в теле и на самом деле на самом деле для того чтобы вот это око пробудилась нужна энергия любви вот вы плеваете вот и неистовая любовь творит мир и все что есть на земле человеческого оно сотворено из любви и в основном в основном ребята из жертвоприношения почему потому что все великие творцы они приносят в жертву жертву свою личность они приносят жертву пространство своей жизни и они приносят жертву свое время самое драгоценное что у нас есть вот и мне бы очень хотелось мне бы очень хотелось чтобы вот вы к любви относились вот как многоаспектному многоликому существу вот и узнавали любовь вот узнавали лики любви почему потому что есть любовь есть лики есть формы любви которые могут сожрать вас вот и обнаружила себя вот в этой форме любви вы должны понимать что это не ваш выбор или крайнем случае уметь в этом брать только энергия почему потому что в гневе есть сила в ненависти тоже есть сила стремление убить тоже есть сила страдание есть сила но для того чтобы вот взять оттуда энергия и победе и сила вот для этого для этого всегда нужно иметь очень хороший ясный ум вот вы понимаете вот и так называемую интегративную мета системную позицию по отношению самому чувству в данном аспекте а это в чувству деструктивной любви и улику и вне сомнения вне сомнения вот если вы поклоняетесь эросу вот отдайтесь вот нельзя делать ничего наполовину вот вне ума есть раз а в уме эроса нет где есть логос там эроса нет поднимать вот таки это чрезвычайный аспект важный и я считаю я считаю что самая благая все-таки реализация самая благая реализация это все-таки агапа вот все формы духовной любви вот и я вам могу сказать что чувства приходят и уходят я уже точно могу сказать что женщины приходят и уходят и все мужики могут это сказать уже как факт мужики тоже приходят и уходят это я тоже знаю единственное что с вами остается это любовь вашего сердца любовь свободная беспредельно а вы помните основу слова свобода она из санскрита свапати сам себе господин вот если вы хотите чувствовать себя господами любви любите истину любите красоту любите творчество где люди тоже так же как любви вот переживать забвение себя переживает наслаждение переживает в конце концов всевозможное всевозможное пиковое состояние в том числе трансценденцию пространство трансценденцию времени жизни вечности в чутку между творчество это дает вот и на завершая вот свой доклад приобретайте око любви и вы должны понимать что ни на одном рынке это око не продается вы должны открыть это око сами и открытый это око тебе или нет отвечаешь ты и только ты все это око мне Продолжение следует...